Привет, мир! Мы, необычные медведи. Ознакомьтесь с очередной порцией допинг-атлетов. Сегодня в списке 41 атлет. Мы рассмотрим тех из них, кто до сих пор имеет разрешение на применение запрещенных препаратов. Австралийки Джессика Эстер-Фокса и Медисон Вилсон с мая 2016 года по май и конец декабря 2018 года соответственно получили разрешение принимать прегизолон, синтетический львы как актикоид, лекарственный препарат средней силы. Канадская гимнастка Бриттени Рошерс получила разрешение с 2015 года по октябрь 2019 принимать амфетамин Адерол, мощный психостимулятор и фармацевтический препарат, используемый для лечения синдрома дефицита внимания. Агентство США по исследованиям в области здравоохранения и качества медицины провело исследование сравнительной эффективности методов лечения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, в том числе различных амфетаминовых препаратов и обобщил полученные результаты для родителей. Было показано, что амфетамины могут уменьшать проявление симптомов СДВГ у детей в возрасте старше 6 лет, однако для подтверждения этих данных в настоящее время нет достаточных доказательств. Также было показано, что Адерол снижает риск развития СДВГ у взрослых, однако имеющиеся исследования ограничены. Также этот препарат до 2019 года может принимать американский атлет, играющий в хоккей на траве, Келси Каладжейчик. Мы, аналимы, имя нам Легион. Мы не прощаем, мы не забываем. Ждите нас.